Марка Infinity выставила в Шанхае концепт-кар QS Inspiration, то есть вдохновение. Проект демонстрирует возможности новой команды дизайнеров. Два года назад подразделение возглавил Карим Хабиб, 49-летний ливанец, ранее отвечавший за стиль автомобилей BMW. Просторный салон уставлен мониторами, а подсветка меняется в зависимости от режимов движения. Задние сидения отворачиваются на 15 градусов, чтобы облегчить посадку. В основе концепта лежит модульная платформа с двумя электромоторами на обеих осях и тяговой батареей под полом. Однако серийная машина на основе QS получит не только электрический, но и последовательный гибридный привод e-Power. Серийный электромобиль Infinity на этой платформе выйдет в 2021 году. Вероятно, первым в семействе окажется именно кроссовер, а вот седан последует еще через год. Представленный в Шанхае Rapid E – первый серийный автомобиль от Aston Martin. Процесс перевода бензинового седана на электротягу затянулся на целых 4 года. Но результат неплох, хотя привод остался задним, а мощность по меркам электрических суперкаров не заоблачна. Два синхронных электромотора выдают 612 лошадиных сил и 950 ньютон-метров. Лифтбэк весит 2140 килограммов и разгоняется до сотни за 4,2 секунды. Тяговая батарея емкостью 65 киловатт-часов расположена не в подполье, как у спроектированных с нуля электромобилей, а разделена на несколько частей – под капотом и на месте бензобака. Заявленный запас хода – 322 километра. Бортовое зарядное устройство выдерживает 100 киловатт, поэтому зарядить батарею от самого мощного источника можно за 40 минут. Но Астон Мартин подчеркивает, что электросистема Рапида не перегревается в боевых режимах и способна выдержать полный круг Нюрнбург Ринга, не снижая мощность. Астон Мартин намерен выпустить 155 экземпляров Рапида И.